МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной областной Акатуй приняла у себя Елховка. Самарские мастерицы учатся тонкостям тюркской вышивки. В День России в парке Гагарина в 31-й раз прошел Самарский областной татарский сабантуй. Короткое чувашское слово Акатуй переводится тремя русскими – свадьба, земли и плуга. Он – один из самых любимых у чувашского народа и знаменует окончание посевное начало лета. В Самарской области для проведения Акатуя каждый год выбирают новое место. В этот раз центром праздника стало село Елховка. Мы очень любим свой Елховский район, патриоты его. На территории нашего района проживает где-то 25% чувашского населения. Оно у нас славное, трудолюбивое, вносит непосильный вклад в развитие культуры, спорта, туризма, ведут личные подсобные хозяйства. Мы гордимся, что у нас есть такой народ, как чуваши. Встречаемся, разговариваем по-чувашски, праздники вместе справляем. Вот сейчас у нас настоящий праздник. Первый раз мы на Елховской земле встречаем такой огромный областной праздник – Агадуй. Это для нас большое испытание, большое счастье. Издревле чуваши славились как трудолюбивый, гостеприимный и хлебосольный народ. Акатуй – яркое тому свидетельство. В это время отдыхали после посевной, встречали гостей за изобильными столами, играли свадьбы. Вот и в этот раз чуваши со всей области с радостью погостили в Елховке. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И вот надо погулять, а потом выйти на синокос. Районов у нас очень много с проживанием чувашского народа. Поэтому каждый год, приезжая в эти села, отмечая праздник Агадуй, или праздник Уяв, или праздник Чехлюме, тем самым мы говорим о том, что мы чуваши есть, были и будем. Что мы храним свои традиции, обряды, и это стараемся все донести до народа, а самое главное, до детей, чтобы наши дети видели, как праздновали. Даже этот праздник плуга и земли родители, бабушки, дедушки, сколько было радости. Людмила Николаевна вспоминает, что еще относительно недавно в области был один чувашский коллектив, а сейчас десятки. В каждом селе чуваши собираются, чтобы попеть народные песни, вспомнить старые обряды и с удовольствием ждут на своих национальных праздниках своих соседей. А Катуй в Елховке стал праздником для всех сельчан. Мы очень любим свой чувашский народ. Очень нам захотелось, чтобы они тоже присоединились к этому празднику и поняли, что они нам дороги, чтобы они жили на территории района, оставались, процветали. Поэтому мы решили, что празднику на Елховской земле быть веселым, настоящим чувашским Акатой. Эту вышивку сейчас называют тамбурной. Тамбур – слово с французским корнем и напоминает, что чаще всего так вышивали на пяльцах, которые похожи на натянутый барабан. Слово появилось в XIX веке, когда снова пришла мода на вышивку. Но на самом деле у нее много названий, которые говорят о ее древнем происхождении и тюркских корнях. В России вышивка была женским занятием и чаще всего вышивали мастерицы свои костюмы, украшения для дома, подарки близким. А вот на Востоке часто вышивали мужчины и делали это на продажу. У нас в Самарской области встречается эта вышивка, как в чувашской культуре, например, там низ обурка платья могла быть вышита вот этим швом, например, белой хлопчатой бумажной ниткой по сатину. Это было тоже очень традиционно для нашей области. Я думаю, может быть, и для других тоже городов. Это могла быть вышивка на татарском тоже, на татарское полотенце. Очень красочные были, например, в татарских полотенцах разные букеты вышивались многоцветными цветами, с вкраплением пайеток, голуна золотистого. И, ну, очень разнообразно. То есть это целый мир такой цветной. Этнографы говорят, если вы видите в орнаменте полевые цветы и вьющиеся растения, то, скорее всего, вы имеете дело с тюркской вышивкой. Для башкир характерна была вышивка тамбуром, очень плотная, когда заполнялся, вышивался не только контур, но и заполнялось все в контуре. Были достаточно яркие, были насыщенные цвета, очень простые по изображению, но очень красочные. Вышивать могли иглой, но очень часто использовали специальный крючок, который позволял вышивать без обреза нитки и узелков наизнанке вышивки. Это растительные такие узоры, хорошо вышивать разными швами, в том числе и веревочкой, наверное, которую вы хорошо все с детства, наверное, помните. Но вот такой шов-цепочку, он более декоративный, более такой плотный, и достаточно, ну, именно крючком им удобно вышивать, ну, и в том числе, да, иглой. В зависимости от толщины ниток он может быть более выпуклый, например. Тамбур, даже от самого слова, что это вот как на барабане, на пяльцах это все делалось, я просто очень люблю саму иголку, и иголкой можно вышивать и не обязательно на пяльцах. Ну, и для такого путешествия, когда ты идешь в дорогу, тебе пяльцам, может быть, неудобно брать, но замечательно просто взять иголку и там ниточки, и ткань. Нужно будет просто маленький стежочек делать, небольшой, когда ниточка проходит рядом с той ниткой, которая вышла из ткани, делать буквально полтора миллиметра прокол, и дальше уже затягивается в петельку. Умелая мастерица могла вышивать в любую свободную минуту, без пялец и предварительного рисунка на ткани. Когда у мастерицы уже наработано много узоров, они могут вышивать очень свободно. То есть, еще раз повторюсь, вот эта вышивка тамбуром, она хороша для орнаментов растительной формы, потому что геометрические узоры – это для других уже стежков, там, для крестика, например, или для такой строчки, шов-роспись, например. А вот для веревочки или для тамбура характерны как раз растительные мотивы. Сегодня Ирина Филатова не только разыскивает в музеях и копирует работы старых мастериц, но и учит педагогов со всей области секретом старинного ремесла. Сабантуй – древний земледельческий праздник, который проводили, окончив полевые работы, с надеждой на плодородный год и добрый урожай. В татарских селах в этот день чествуют тружеников полей, встречают друзей и родных, веселятся, поют народные песни. Нам очень нравится Сабантуй, потому что это такой классный праздник, летний. Вообще у всех поднимается настроение, когда приходят на этот праздник. Мы очень много плясали и получали много удовольствия. Это еще один праздник. Сегодня же День России. Это тоже великий праздник. А вообще на праздники мы уходим регулярно, чтобы получать массу позитивных впечатлений, удовольствия и вообще хорошее настроение. В Самаре Сабантуй проводился еще до революции и в первые советские годы, а возродили традицию в 1989. В этом году этот яркий народный праздник прошел под знаком 30-летия Самарского областного татарского общества Тугантел. Несколько десятков тысяч самарцев и гостей города пришли посмотреть на большой концерт творческих коллективов Нурладского района Республики Татарстан, самодеятельных артистов из Самары, Тольятти, Жигулевска, сельских районов области, которые спели их любимые песни. Главный мотив – природу, конечно, восхваляли природу. Наши деды и бабушки о жизни, какая у них жизнь, как они работают, как они весело умели отдыхать. У меня вот внучка 6 лет, вот она тоже уже поет, мы учим ее петь по-татарски, и дома татарски разговариваем, хотя ходят в русскую школу, все по-русски, чтобы передавать из поколения в поколение. Были в парке Гагарина и танцевальные пятачки. Для детей работала специальная игровая площадка, а настоящие батыры могли посостязаться в поднятии гирь, перетягивании каната и, конечно, любимой татарской национальной борьбе киреш. Сабантуи всегда была, выявляли как бы самую сильнейшую. Разыграем барана! Берется от того, что есть на поле Сабантуи самый сильнейший батыр, есть на говре самый сильный батыр. Вот оттуда и идет она поколением по поколению. Это с поколения веков приходит, то есть это у нас уже крови, это вид спорта, этим видом спорта занимаются наши деды, прадеды. Просто охоту поддерживать, как бы стараться, чтобы эта нация жила, чтобы этот вид спорта жил навеки. Кстати, профессиональные борцы никогда не борются в деревнях, чтобы не пошатнуть авторитет местного батыра. А вот мастеристы со всей области не боятся сравниться друг с другом и умелицами из Татарстана. Гульнара Найсырова – одна из тех, кто хранит традиции татарского костюма в Самаре. Это было изделие для тепла, потому что изделие было на подкладке. Второе, значит, оно было уже большое в период кормления малыша грудью. И в-третьих, от сглаза, оно потому что было усеяно камонетами, камнями, разными, ну, разными-разными изделиями и ракушками. Сейчас этот разряд маленького изделия произошел, осталось. Есть и большие, конечно, в национальных костюмах есть. Ну, это вот чисто декор идет в современном мире так, хотя бы так. А работы таких мастеристов Гульнара пользовались большим спросом в торговых рядах Сабантуя. Здесь же гости могли отведать блюда национальной кухни. Субтитры создавал DimaTorzok